всем привет это Таня Матаня сегодня я буду наводить порядок вот в этом ящике я уже показывала что я попробовала вот такую штуку купить сейчас посмотрю как она у меня впишется связано это с тем что у меня вот раньше все все было матрешечным способом и сковородки предыдущие я тоже так складывала но сейчас сковородки тефаль у меня я друг на друга складывать не буду потому что могу повредить вот это покрытие до этого у меня я в сотейнике в основном и другая была с керамическим покрытием но я ее сейчас вот уже от нее избавляюсь она мне не нравится так что буду переделать дальше нужно поменять вот это дно внизу видите она у меня стыковое но он у меня все равно выручает периодически его тоже нужно менять потому что ну что-то попадает на него и если дно не часто у меня есть сковородка одна которая мне пачкает в общем периодически все равно со сковородок что-то попадает на него поэтому нужно за этим следить результат своих преобразований я обязательно покажу сейчас все переделаю и покажу как преобразование я буду менять хранение круп видите вот я высушила их после магазина перемыла то есть это вот более мелкий вариант я уже показывал хранение круп что у меня сейчас немножко место изменилось вынуждена я была это сделать и теперь под это место я соответственно купил другие контейнеры ну это около нас недалеко раньше там был магазин заодно а теперь вот он какой-то редбрейдинг не пойму то ли заодно бренд поменял то есть то ли просто другой магазин там просто с такой же тематикой не совсем я еще разобралась первый раз в нем было но мне вот эти вот ящички именно понравились потому что у них нету практически щелей они друг на друга ставится обожаю квадратные вот видите то есть они очень плотно закрываются то есть я думаю что у меня как раз это то что мне нужно вот сейчас начну их здесь вот и вот здесь я буду сейчас менять вот вот эти вот ящички эти я сначала попробовала другие но у них вот здесь вот щели может может заводиться мне они не понравились и эти у меня уже переехали сюда но общем я вот эти три намерена поменять посмотрю что у меня получится и помою заодно видите как у меня все получилось все пристроилась все хорошо мне нравится противень я сюда решила тоже попробовать и крышки вот этот вот у меня вечно вот эта тарелка непонятно куда непонятно зачем в общем конечно у меня наряда увидите вот вот эту статью не так было просто по размеру но она сейчас еще выправиться она была в рулоне вот эти коврики конечно вот то что он сплошной то что он резиновый его все время протереть намного лучше но я вот не знала что можно купить когда встретила я очень обрадовался благодаря тому когда я лоджи обустраивала благодаря этому так что я считаю что я навела красоту меня солнце всю неделю и я решил диму в садик не водить мне стыдно водить ребенка в садик потому что я дома мороз у нас утром я встаю от 20 до 25 градусов на градуснике и я решила что я дома то есть те люди которым там как это необходимость засунуть ребенка в садик у меня такой необходимости нет тем более мы выходим гулять когда гуляем это я его то шарфик поправлю то еще что-то посмотрю уже холодно там я гуляю то мы полчаса гуляем то чуть поменьше вот витрище такой был то есть это мне легче контролировать а там они скорее всего вообще гулять не будут а гулять в мороз обязательно надо и я свои домашние дела вполне могу сейчас делать с ним он чем-то занимается он уже взрослый а я в это время домохозяйничать дим полил цветочки лужи у нас димуль надо вытирать сейчас мы тут грядку развели до диму да слушай димуль смотри видишь совсем солнце мало не крутится наша вот эта штуковина вот так вот а когда солнце было она крутилась а когда тучки не крутится да ну мы будем ждать да давай подоконник пора трём пиалки у меня не цветут нужно новые да и вот это вот я заморозил называется заново может пойдут смотри дим пошло вон зеленые все это между прочим от суставов поэтому я решила что я я сначала хотела выбросить а потом передумала и детки вот там детки пойдет все на сухо вытер дим пролил точно все выйти все убирать рябку ну как же остается вода есть ты все вытер если остается вода значит что не все вытер где вода то остается еще но не мотыляй тряпки ты половой господи что будь здоров скажи мамочка а ты имеешь ввиду что тоненько остается что-то ты не это самый капли то убрал ну ладно сейчас мамы как всегда будет доделывать так ну тряпки не задирай все ведро ее давай убирай и ручки мой после трябки замечательные крючочки и сейчас я буду обустраивать вот эту часть потому что вот ну сейчас покажу как у меня получится у меня уже здесь мало места и я его сейчас буду делать больше вот так я распределил свои 10 крючочков вот теперь у меня здесь абсолютная пустота но здесь еще будут вот тут такие бокальчики сушки и теперь у меня здесь не тесно ничего не все удобно брать берите идею вроде все просто но пока иди к нему но иди иди туда иди привет ау с бабушкой гуляют да видала специально бабушку роняешь вы за дерево спрятались мне вас не видно все я пошла домой домой пошла так чем я буду выводить уже попробовал вот этот спрей и в принципе мне понравилось попробовал вот на этом кстати покрывала потому что у меня дети дети шоколадом его испачкали и еще пару пятен было и мой карандаш кстати не брал это покрывало какой кто меня постоянно смотрит я знает а кто не смотрит я тому ссылку сброшу по запросу я все время ищу более легкий способ потому что у меня карандаш нравится он выводит мне пятна но все время терять несложно то есть я хочу быстро вот я сейчас очень тороплюсь и поэтому вот я искала формат спрея то есть им просто брызгаешь оставляешь вот смотрите сейчас я вот так вот брызгаешь оставляешь и просто в стирку я запускаю сейчас я еще хочу вот на этой рубашке мне знать хочу как раз попробовать выйдет ли у меня вот так вот пятно это у меня воздух видать там был то есть посмотрю желтизна вот это вот она уйдет у меня с воротничка не знаю посмотрим в общем я обрабатываю все пятнышки сейчас видите достаточно просто нанес ничего не втираешь ничего не это самое хоть всю поверхность да когда наводи и выводи и потом вот это вот пятнышко где мое и потом я вам покажу результаты насколько у меня все это выводится потому что он мне понравился действительно мне понравился но все оставляем так все это постирается от глади я все вам покажу так Субтитры сделал DimaTorzok Хорошие, всем привет! Начинаю влог с новостей. Хочу с вами поделиться, потому что вы очень давно ждёте эти новости. Когда же выйдет программа «Лучше всех» с нашим участием? Я обещала, как только узнаю, сразу вам расскажу. Вот и рассказываю. Правда, нам так написали очень странно. Были вопросы к монтажу, что как подписывать, вот такие вопросы. И я спрашиваю, ну и уже же выходит программа. Потому что программа не выходила. Первые выпуски начались в марте. 4 марта возобновилась программа. А в январе и феврале вообще их не было в эфире. Лучше всех вообще не выходило. То есть на Новый год последние выпуски были. И до этого им давали эфирное время. А сейчас опять пошли каждые выходные. Может быть это связано с выборами. Что забитые эфиры были до первого канала. Скорее всего, я думаю, что именно так. Ну не знаю. В общем, это можно только фотосировать. В общем, с марта месяца начались. И нас, с кем мы уже снимались, уже вышли эти выпуски. Там мальчик-гармонист. Мы в один день с ним снимались. И еще там девочка-доминошница. Мы с ней тоже снимались. Я как раз где-то оговаривалась, что познакомилась с этими людьми, с этим дедушкой замечательным, который нас тоже убеждал, что нужно им играть в домино. У меня в тему про математику это вошло. В общем, теперь нам сказали, что возможно в эти выходные, то есть в воскресенье, это получается 18-го вместе с выборами. То есть вы будете выбирать. Но я думаю, что вы уже к тому времени все проголосуете, все, кто только можно. И придете и посмотрите на нас. И, кстати, за нас тоже нужно будет голосовать. Потому что там вот только не на первом канале, а я оставлю специальную ссылку, где голосовать уже в профиле Тани Матани в сообществе и в Инстаграме и ВКонтакте. Я оставлю вот эти ссылки, где нужно голосовать. И я думаю, что я какую-то рассылку всем подписчикам сделаю, чтобы все голосовали за нас, чтобы мы набрали голосов. Не знаю, насколько все это поможет. В общем, в 19 часов, в 7 часов вечера, в воскресенье, 18 марта на Первом канале. Я надеюсь, что мы там попадем в эту программу. Если нет, ну так-то, наверное, через неделю еще. Ну, я надеюсь, что все-таки раз они нам так сказали, возможно. В общем, как-то точно нам так не сказали. Но я так жду. Вернее, знаете, у меня такая ситуация какая-то, я уже перестала ждать. То есть у меня вот такое вот, я уже такая думаю, как будто этого не было. Не со мной. Как будто это было так давно. То есть если бы это сразу было, это было, знаете, вот на таких эмоциях, на таких впечатлениях, которые мы пережили. А это, знаете, прошло такое время, как-то перегорело немножко. А сейчас я опять в какой-то азарт, я все это вспоминаю. Мы опять достали, я медальку эту убрала уже. Я опять ее достала, потому что первое время Дима прям с ней носился, с этой медалькой. Так что вот такие вот новости. Ну и смотрите весь наш влог. Голосуйте за нас. Я не знаю, что там оставят, потому что формат программы на самом деле не самый умный, а самый лучший, вы понимаете? И там очень много вырезают. То есть оставляют самое смешное. Не самое умное, а самое смешное. Поэтому там, где Дима был смешной, то и оставят. А там, где он был умный, не обязательно оставят, потому что это скучно. Потому что первый канал это для того, чтобы удивляться, восхищаться, для того, чтобы миловаться. И, кстати говоря, я тут общалась, ну просто как-то случайно к словцу мне пришло. И мне женщина говорит, неужели можно попасть на первый канал? То есть у многих впечатление, что это только поблак, только какие-то там звезды-звезд, там дети-звезд. Нет, подавайте заявку, все у вас получится, если вы считаете, что ваш ребенок в чем-то лучше всех. Я считаю, что у каждого найдут свои таланты. Просто нужно иметь смелость и желание их показать. Ну, в общем, смотрите наш влог, что у нас происходило на этой неделе, какие события. Просто я начала с конца, как всегда, да? То есть я последнюю новость ставлю в начало, а все, что у нас происходило, смотрите дальше. Можно с тобой серьезно поговорить? Серьезно? Да. Говори. Мама, почему ты все забираешь с батареи в стирку? Я не все забираю. Ты положил на батарею посушиться, что-то намочил. Если оно высохло, я смотрю, если оно уже грязное, я его кладу в стирку. Если оно еще чистое, я тогда кладу на твой стульчик. А, кстати, зачем у тебя еще одна камера? Еще одна? Ну, сейчас об этом поговорим. Мы выяснили. Да. Все? Это были все строгости по отношению ко мне? Да? 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 Пошли кушать. Вон там пикает обедать. Вот такую красоту. Я что-то вдохновение у меня какое-то пошло. Хотела сначала просто пироги. Так, начинка у меня правда осталась. Ну, эта начинка не пропадет. Будет у нас пирог. И на ужин я решила, так, по-простому тоже сначала пирог, а потом вот это засуну, он там маринуется пока. Как хорошо, что ты умеешь вырезать, да, Дим? Да нет уж, режь дальше здесь. Ай, и порвать хочется. Так. Ой, выглядывает книжечка, ради которой я обожаю. Да, папа? Она вон-то уже там выглядывает ее кусочек. Я вижу ее. Я трепещу. Я ее ждала, 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 ждала. Вон-то вон-то вон вытаскивай. Скорее, скорее. Мама сейчас. Мама сама. Мама, тут еще раз сколько книг. Да. А самая-то самая. Какая у нас самая-самая долгожданная? Как собрать паровоз? Паровоз. Железную дорогу. Не только паровоз, а железную дорогу. Все, папа. Вы Финдуса дочитали? Да. Все. Теперь вам есть что читать? Как раз сейчас удивительные поезда читаем. Это нам с тобой, папа. Что у него в голове? Видишь? Что у него в голове там? Будем узнавать. Так. Единицы измерения и геометрия. О! Интересно. Так. Чего ты по-настоящему хочешь? Это для Кости. Книжечка. Книжечка. Да. Задачи. Сложение. Обалдение. Все. Это куман. Потому что нам нужно, Дима, думать. Да, Дим? Да. Да. Вот будем думать. Все. Его потеряли. Его потеряли. Это что это, пап, за деталь? Не знаю. Он еще не читал. Какая-то похожа на мясорубку, деталь. Ну, это паровой котел, наверное. Да. Наверное. Строить железную дорогу. Крылатая паровозная машина. Крылатая паровозная машина. Это не крылатая. Это просто там балка крана. Так, ножнички в сторонку. Папа, они что делают? Ну, это, наверное, уголь добывают. Хотя, может быть, и не уголь. Может быть, железную руду. Читайте, да. Папа, это смотри что. Это что? Расскажи мне. Сжигает. Огонь сжигается. Испаряется водой. Там все работает. Он кочегар. Кочегар, кочегар. А смотри, он кочегар. Да. А что с ним? Это авария. Папа, а что это? Это предохранительный клапан. Вот это что? Вот это что? Нельзя трогать? Ну, наверное, не надо трогать, не нажимать. Папа, это кого паровоз? Ну, откуда же, я знаю. Первый раз книгу такую вижу. А что это, папа? Да, это видишь, какой паровоз еще там. Сколько у него разных колес. И сколько труб. Да. Мы про удивительные поезда с тобой книжку дочитывать будем? Нет, потому что из-за этой. А может быть дочитаем? Нет. Хорошо, что есть детский уголок. Прям классно. Мы в МФЦ. Мне нужно документы получить. Подтвердить. Не знаю, как эта процедура называется. Подтвердить. На сайте госуслуг. Свою личность. Чтобы электронно можно было записываться. Дима, ты куда? Идем. Здесь не катаются на велосипеде. Как это? Где кусок асфальта, где снег. Но уже хочется на велосипеде. Да, Дим? Пробираемся. Отобрал у меня ножик. Говорит, мама, лучше я буду резать, а ты накладывай. Да, Дим? Все. Мы сходили в магазин. Все купили для пиццы. Да, Димуль? Сейчас сыр еще нужно натереть. Хватит, наверное, уже? Дим? Хватит. Больше перца не надо. Сейчас сыр осталось. Так, стараюсь. Сколько у тебя шагов? 20... О-о! Ну-ка, это сколько? 22 350 шагов? Как ты вот это вот? А может быть, это бегов, а не шагов, Ади? Это точно шагов? Да! А может, это бегунков? Нет! Нет? Точно ходил, не бегал? Как можно находить 22 000 шагов? А? Я ходил на улицу, сейчас сам идет это. Ага, вот я когда хожу, у меня 22 000, ты набираешь. У нас радость бабушке позвонить еще. Да. Какую ты завтра смену? Какую ты завтра смену? Сначала про здоровье спрашивай. Сначала про здоровье смену. Здравствуйте, бабушка. Извини, я еще раз повторю это слово. Как у тебя дела, спроси. Как у тебя дела? Да, я больно болит, плачу. И у Кости болит, скажи. Да и у Кости болит. У меня, кстати, я себе разбил челюсть. Да это она видела. Пока мы брызгаем одной штукой, которая заживляет, которая... Ее нужно брызгать на язык, а с кислотой мне ее брызгали, когда у меня язык сжег она. Мама. Понятно. Да, а вот ты потихоньку теперь бегаешь. Потихоньку теперь бегаешь? Баба спрашивала. Да уж. Нет, бабы. Все равно сносим углы. Да уж. Я к тебе крадусь. Костя забрал. Чего отстань? Я покажу сейчас, что ты читаешь. Это я думала, что Дима. И Костя, пока Дима спать лег, втихаря читает. Почему отстанье? Ну, не знаю, как это еще назвать. Спать пора в основном, бычок. Не хочу я ничего не делать. В общем, тебе понравилась, да, тема? Да, Дима. Погода сегодня самая лыжная, воскресенье. К нам пришла бабушка. Ура! Да? Ура! В общем, кто-то на машинах, а мы на лыжах. Потому что я думаю, что это последние выходные. Когда... Ну, может быть, следующие еще. Хотя уже навряд ли. Погода самая-самая лыжная. Так что бабушка с Димой, а мы с Костей, ура! И я второй раз в этом году на беговых лыжах. Хотя я их люблю больше, чем горные. Ну, все, поехали? Поехали. Мы сегодня хотим поехать на реку. Да. Вот. Не знаю, что у нас получится. Там лыжня, то есть вдоль берега, чтобы не вдоль домов кататься. Надеюсь, что все будет безопасно. Чего? Чего? Я ужасно устала. Просто невозможно. И я не могу... Для меня вот эта горка, я вообще прям... Как спустилась так бодренько. Легко. Вот это Королев, город Контраст. Вот, да. Видите, вот какие вот трущобы, которые сносят. Да, и здесь дома, то есть здесь трущобы, трущобы. Вот. И вырастают вот такие вот... А место, конечно, шикарное. То есть мы на реке. И благодаря тому, что здесь, видите, вот забор, это как место отдыха телевизионщиков, не телевизионщиков, киношников. То есть их дача там с советских времен. И благодаря этому здесь не застраивается. То есть это их территория. Ну, не знаю, может, когда-нибудь они ее... Что они здесь? Но они ее никак не используют и сами не отдыхают. Ну, может, отдыхают, мы их не видим вообще. Ну, мы... Где-то была полынья. Мы шли по ней. Ну, мы ее обошли. Вот. Где-то прям, видно, просто это лутки сделали. Ну, в общем, мы классно путешествуем. Да, видите, вот это вот. Не знаю, насколько вам видно. Это лунки наделаны. Ну, прям видно буро. Такая береза красавица. Просто красота. Не знаю, ветрище. Оставлю ей звук. Вот такой вид. Альфа и Лаваль сзади. Для тех, кто знает. Кусти сказал, я дальше не пойду. И тут выяснилось, что у него есть салфи-палка. Ес! Как без салфи-палки? Ты идешь на... Так, замри, будем сейчас сфотографировать. Свартирный продукт, вот и здесь. Такой современный мир, то есть. Это не я такая, это все такие. Не, ну. Посмотрите, какое классное дубло. Здесь любому должен кто-то жить. А мы возвращаемся назад. Здесь, кстати, а тут видите, еще рыбаки. А мы возвращаемся назад. Классная трюкнушка. Поехали. Смотрите, какие прикольные рыбаки себе навесики здесь сделали. Постоянные. Прям вообще. А этот любит комфорт. Он прям кресло поставил. Чаечек, да? Кофеечек. Ну и рыбку, может быть, поймает. Конечно, весне радуешься, но и жалко, что зима заканчивается. Может быть, мы еще разочек съездим на горных лыжах покататься. Но все. Зимние забавы уже подходят к концу. И как-то и грустно, и, не знаю, двоякое чувство. В общем, всем пока. Вот такая у нас была прогулочка. Костя сидит, занимается моделированием 3D. Учится, да, Костя? Да. Так, выбирай шкаф. Выбирай шкаф. Сейчас выберу. Что, понравилось тебе? Может, ты будешь дизайнер? Ты что путаешь? Ты что путаешь, а? Вон, учись, баба вяжет. Видишь, как одна петелька, вторая. Что, баба, вяжешь? Кофту мне. Кофту тебе? Да. А что, у тебя кофты, что ли, нету? Из бабушкиных рук. Из бабушкиных лучше? Ты будешь носить? Да. Сейчас примерка будет. Да? Мама. Да. А хотите, я вам расскажу о несколько, о мультике, тот, который ты мне разрешила смотреть последний. А какой я тебе разрешила смотреть последний? А когда? Там был счастливый конец. Я расскажу, что только конец. Расскажи. Одна же царевна постоянно спрашивала с дзеркальца, кто всех красивее. И однажды она ответила, ты красивее в нашей стране. Но Белоснежка тысячи раз красивей всех красоток. Понятно. А в конце, а ты знаешь, что у мамы произошло, мама? А что? Она упала замертво. Да ты что? А Белоснежка, знаешь что, мама, осталась долго жива и счастлива. Так, ты вот мелькаешь, я не успеваю за тобой в кант. Значит тебе понравилось. А она до этого у гномиков жила, да? Да. Понятно, понравилось тебе мультик. Все понятно. Так, теперь выдавливаешь. Вот. Вот, хватит, 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 хватит. Закрывай тюбик. Ставь. Вот, а теперь берешь и растираешь. Че? Руками. Так, поставь. Как? Ой, вот так вот. И начинаешь растирать, втирать. Мама, по пальчикам. И по пальчикам, вот так. И по ладошке. И по ладошке. Вот. Мама, бери нога тебе каждое утро этим маркется. Да? Ну, давай. И у мамы будут нежные ручки? Да. Ты моя заботюшка. Теперь другую ручку. Спасибо, сынок. С этой руки? Ну, надо снова крема на нее внеси. Мама переложит сейчас. Так, давай. Вот и моя нежность. Хватит, хватит. У меня так быстро крем, я чувствую, кончится. Если ты так будешь его расходовать. Так. И мажешь. Вот так вот. Вот так вот. Рученьки маме. Ой, мама, я сейчас засну. Зачем? Потому что балдеж. Такой. Ой, 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 ой. Ой, какая прелесть. Ой. Давай ты мне все время будешь ручки теперь мазать. Да. Спасибо тебе, сынок. Мама, папа, к тебе нужно? Так. Вот воротник закроется. Так. Вот рукава пошли. Так. Вот все нормально вроде бы. Ой, какой красивый. Да. Сюда замочек вошьем. Замочек, да? Угу. Все. Понравилось? Да. Ну, пошли перекусы. Такая маленькая. Вот так. Вот. Это у нас будет лес, да, Димуль? Весенний. А тут обломалось. Сейчас делай. Дим, смотри. Держи. Это уже. Друза. Так. Будешь сам? Буду. Да. Мама. Да. Готовься. Сядь удобно. Видишь, как неудобно? Лепестки. Да. Где-то. А зачем ты вокруг ложечек лежишь? Ну, цветочек у нас. Цветочек? А как? А как? Так. А друг от друга один? Угу. Угу. Десять. Десять. Почему десять? Ну, что это будет у меня. Или потому что круглая земля. По кругу, потому что круглая земля. Ну, смотри, Димулечка. Как тебе похоже? На рыбу похоже. На рыбу похоже. Хорошая. Потому что вот там гибает. Угу. Понятно. Что нужно? Значит, говоришь, на рыбу похоже. По кругу, по кругу, по кругу, потому что круглая земля. Мама. Мама. Ну, а этот похож на цветочек. На огнувшийся. Да, на огнувшийся. Ну, давай листики к ним так вот ты берешь листик. Да. Угу. И приклеиваешь его. Приклеиваешь его, да. Мама, а может, один листик оставил, чтобы? Что? Чтобы мама вырезать мог. А хочешь, я тебя научу хитрее? Почти тихо. Отрезаешь. Бери листочек. Отлично. У меня у нас капот пошел. Отлично. Все. Теперь втыкаю сюда. Вот так. Не получается. Не получается. Не получается. А ты сделай дырочку вот так вот веточкой сначала. Так. Получилась дырочка? Не глубокая. Нужно прогулку же сделать. Так. Продырявил. Вытаскивай. А теперь втыкаю цветочек. Вот такой цветочек у нас получился. Теперь другой тоже втыкаю. Теперь этот. Вот у нас какие листики получаются. Вот у нас получается весенний лес, да, Димуль? Да, моя солнышка? А какой у них лепесточек? Белого. У подснежников белые лепесточки. Все, сделаем? Почему белые? Ой, какая полянка у нас. Почему белые? Потому что это первые цветочки, они всегда стараются быть белыми. Да? Почему? Почему? Ну, потому что из-под зимнего снега, наверное, еще не так много солнышка, чтобы другого цвета нас собрать. Как ты думаешь? Да, так. Саша, здесь будет луковая грядка? Молодец. Аккуратненько старайся. Да. А где еще? Ну, весь-то его как-то кучкой. Как же он вырастет? Ему нужно расстояние. Вот так вот, Дим, сажай, понял? Рассаживай погуще. Он же должен вырасти у нас, да? Вот так вот я сделала. Да, это хорошо. Теперь свеколочку туда сажай дальше. Мама, она должна тоже одно расстояние? Конечно. У меня будет вот так вот. Отлично. Пусть у тебя будет вот так вот. Вот молочи. Вот у нас будет грядка. Еще сад нужно сделать, да? Да, сад. Хорошо. Так, Димочка. Я по предмету. Ты по предмету положил. Так. А я делаю суперфишку. Подожди, я еще. Так, теперь мама. Должна все. А это что значит четыре? А это? Следующий игрок берет четыре фишки. Ага. Для кем? Ты. Один, два, три, четыре. Так. И ходит, да? Да. Ходи теперь, ты иди. А на четверку на эту теперь только по цвету ложить, да? Да. Ну почему четверку тоже можно положить? А. Теперь у меня крутая! Ага. Отлично. На четверку тебе нужно положить. Я кости тебя указываю. Так, теперь мама четыре берет, да? Да. Добрый сыночек. Суперкарпа! Так, теперь я должна положить, да? Так, у меня должно быть синее, да? Внимайся. А вот это что такое? А это пропуск хода. Ну вот, я вот так кладу. Давай, девочка, ходи. Так, ты теперь ходишь, давай. Так. Ну как? Получается? И листик еще. Отлично. Все. Дорисовал половинку. Так, теперь я кидаю, да? Да. Дальше играем. Два. Так, упал богатырь. Раз, два. Так, звездочка. Где она? Все? Так. Все, моя. Так, все. Назови и исправь ошибку. Так. На ферме коровы ухаживают за раей. Рая ухаживает на ферме за коровой. Да? Так же правильнее? Все, я исправила ошибку. Кидай. Держи. Держи. Так. Один. Так. У нас Костя пошел ужин. Звездочка. Звездочка, бери. Мама, я хочу вот эту. Бери. И исправь ошибку. Так, ты у нас оранжевый. Назови ласково. Подруга. Подружка. Ядро. Ядрышка. Ядрышка. Отлично, да? Дима смотрит завороженно. Вообще не дыша. Царевну лягушку. Ой, я вот эту вот царевну вот самую красивую. Считаю, их несколько мультиков. Но вот это самое, мне кажется, не знаю, волшебная какая-то она. Царевна лягушка. Огонечек. Огонечек, фитилечек. Волшебный? Да. Волшебный огонек горит. И Димочка смотрит. Дима попросил меня зажечь. Скажи же волшебное. Да. Вот так вот смотрите на огонечек. Как он горит. Да? Да. Просто волшебство. Да. Да? Да. Как хорошо, что пока сейчас ночи темные. Спас, положимся, когда темно. Нормально летом будет ночью светлым. Летом будет ночью светлым. Уже так не посидишь. Ты будешь ложиться спать, а еще светло. Да. А зимой можно ложиться спать. Да, огонечек горит, да? Мама. Что с тобой? Я не доснимала. Все, выключаю. Ну что, Нимочка, можно спать спать? Да. Насмотрелся? Да. Ты будешь задувать? Да. Ну попробуй задуй. Видишь, он все потух. Видишь, как он потух. Все. Все. Убралась. И мне такая мысль пришла в голову. Знаете, у меня такое ощущение, что кроме меня убранную кухню, наверное, редко кто видит. Потому что либо ты приготовил, там, стол накрываешь, приготовил, соответственно, там, кастрюльки, пока что-то ты готовил. Самая чистота наступает, когда все ложатся спать, и я все полностью, значит, стараюсь убрать, там, чтобы на столешнице там ничего не было. Ну, как-то вот так вот. Сейчас у меня йогурт еще будет готов. То есть, ну, вот как-то по максимуму компот у меня. Сейчас вот я сварила горячий тоже его на балкон уберу. То есть, ну, вот в таком состоянии, когда все убрано, наверное, это видит только хозяйка. И вот это вот состояние, мне кажется, оно такое короткое для кухни. Все время ты что-то готовишь, все время что-то это. Но оно такое кайфовое, что вот ты вот все так, опа, убрал и любуешься. И сел там, чайку попил. И все так сопят тихонечко, значит, ночью вот это вот сопение такое слышится. Все спят. В общем, это какое-то такое особое состояние. Так что вот, сейчас я плиту газовую доубираю, чтобы на ней ничего не стояло, никаких кастрюль, чтобы она была чистенькая. И сяду за монтаж. Ой, не знаю, как-то у меня с праздниками мало. Влогов, кстати, много. Вот влоги я снимаю, а темы, конечно, меньше, потому что мы все дома. А мне нужно одной сесть, наговорить, чтобы никто не подслушивал, никто не бегал. В общем, чтобы была какая-то тишина. Так что, девочки мои, спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!